За что платят в тарифе за отопление и будут ли пересчитывать за реальное потребление, пытались разобраться на заседании комиссии по жизнеобеспечению Гурсовета. В декабре температура была выше заложенной в тарифе. В результате стоимость отопления одного квадратного метра составила 13,95 гривен, вместо 14,53 гривен. А вот за январь запорожцы будут вынуждены заплатить больше. Пока что помимо чехарды в расчетах удалось выяснить только одно. За услугу и оплату отвечают разные исполнители. Как утверждают в теплосетях, работают по температуре наружного воздуха, дают то количество тепла, которое необходимо. Поэтому показания затрат в платежках будут отличаться в разные месяцы. При этом температура в домах тоже получается разная. Представители теплосетей, говорят, отвечают только за подачу до ввода в здание. На сегодняшний день законодательно действительно этот вопрос не урегулирован. В каком плане? Я поясню. В 630-х правилах жители правы в том, что в 630-х правилах предоставления услуг действительно записаны, что функции исполнителя услуг по предоставлению отопления централизованного входят обязанности содержания внутридомовой системы, ее обследования. Но эти же функции по порядку формирования тарифов входят в состав услуг на содержание дома и придомовой территории. Считают, исправить ситуацию поможет установка приборов в учет о тепловой энергии. Однако и тут возникают проблемы с перерасчетом стоимости услуг. Когда мы дали лицензионной фирме пересчитать реальное употребление, они насчитали там 700 гигакалорий. Когда поставили счетчик, стали не больше 400 гигакалорий. И получается, что тот дом, который рядом без счетчика, он в затопительный сезон переплачивает 379 тысяч. Одна квартира переплачивает 4 219 гривен. Это все переплачивает, потому что они не хотят пересчитывать. И вот я 16 апреля хотел бы видеть график установки по всему городу счетчиков. Совмешно сукция. Смотрите. Ну это мы там, да, будем дальше определять. Таким образом, функционально обязанности выписаны одному исполнителю услуг, а в тарифе сидят у другого. Единственный выход, который пока нашли, теплосети заключают с основанием договор о сотрудничестве. В результате некачественного предоставления услуг вроде бы составляют акты претензий. Однако для потребителей по-прежнему многое остается непонятным. И с коммунальными предприятиями намерены разбираться дальше. Продолжение следует.